Добрый день, уважаемые друзья! 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 возможности высокорослые подготовлены кстати очень неплохо да всем спортсменам помогали и тренеры из россии что они очень хорошо знают и правила неплохо подготовлены но как мы видим все таки опыт берет свое да оливер курик хорошо провел первый раунд первый период и выигрывает со счетом 1-0 убедительные преимущества показывает оливер курик тут надо отметить что наших африканских друзей тренируют консультирует тренера чувашкой республики в мае вместе наши преподаватели захарова яна юрьевна бубякина евгения валентиновна егор петрович кудрин после казанского чемпионата россии остались в чувашии и почти две недели провели там мастер-класс среди тренеров республики чуваш и результат мы видим так вот видит как поливер курик решаем мы ждем оливера курика скорее всего финале да 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 он таким образом уже выходит финал финал и следующий полуфинал в этом весе будет между станиславом ивановым россия и представителям кыргызстана бог болотом а пыловым именно их мы сейчас увидим на помосте а сейчас мы увидим с вами повтор так вот да красиво приветствует спортсмены друг друга и безусловное превосходство здесь оливера курика кстати очень еще молодой спортсмен 23 года только оливеру курику у него еще впереди очень много лет активной спортивной карьеры масс рестлинге силовых видах спорта и мы видим что подготовлен он просто очень хорошо приколепная готовность находится порой спортивной форме и настрой конечно же виден сразу да конечно же он приехал сюда за медалями станислав иванов главный тренер сборной россии николай и яич константинов и ослуженный тренер исполнится к якутии иван иванович готовься на спортсмен выходит его соперник бог болот обулов кыргызстан ну что смотрим сильнейшая команда у нас да но скажем после россии тогда до россии до самые титулованные спортсмены в мировом масс рестлинге также находится и среди спортсменов сборной кыргызстана очень хорошо на и они готовы полной команды приехали в якутск и будут представлены во всех весовых категорий очень хорошая атака станислава уверенная победа и 1-0 они делают стойку со старта врывает взрыв сделал не ожидая станислав иванов является трехкратным чемпионом россии и республики саха якутия уроженец булунского северного улуса село быков мыс быков мыс считай побережье очень долго шел к этой схватке четвертым чемпионатом мира это дебют чемпионате мира несколько раз уступал финале вторая скорбка и очень надеемся что у нас выиграет мы болеем за это было атакует сразу такую-то буду даже не ждет команды а правильно ему сейчас надо рисковать станислав надо быть очень внимательным так снова надо быть очень внимательным не упустить этот взрыв очень интересная сейчас у нас была схватка мы с вами увидим конечно повтор станислава мы поздравляем с выходом в финал 2-0 пионата мира 2-0 хорошо он напугал напугал да да волнуемся вместе со спортсменами конечно да переживаем очень сильные представители Кыргызстана приветствие ну это первое схватка со старта уже тут Абылов уже не успел да не успел он за старт стартовый вот этот рывок сразу же принес победу Станиславу а вот здесь вот Абылов уже готов вот уже начинает атаку вот уже начинает уже вот видите да он не хотел упускать старт да и вот вот тут тут вот видите вот да сейчас был момент там когда можно было уйти чуть чуть еще правее атаковать острее да он это сделал но защитился да хорошо что Станислав удержался контролировал хорошо контролировал да весовая категория до 80 килограммов напомним ну и сейчас весовая категория до 105 да я так понимаю да 105 килограмм Харимбек Хакимов Таджикистан и Хамро Тагайбердиев Узбекистан Таджикистан имеют одну победу оба спортсмены имеют победу это группа Б уже претенденты на бронзовую медаль у них по одному поражению уже в графе есть так что они будут бороться за третье место чемпионов мира 105 килограмм Узбекистан Тагайбердиев показалось тоже хорошую борьбу во втором круге сейчас посмотрим как его вывел из себя Хакимов скажем такой опытный спортсмен ему если не ошибаюсь 37 или 8 лет его соперник совсем еще молодой парень 19 летний Хамро Тагайбердиев Харимбек Хакимов видно да вот молодой но очень интересную схватку показывает Хакимов он не смотрит но при этом он все время крутит соперник хочет вывести соперника и это ему удается ему удается хотя он не видит соперника этим мог бы воспользоваться более опытный поставить ногу в правую сторону или в левую тогда бы он и сам ушел ну вот здесь да надо контролировать контролировать и соперника здесь конечно надо взглядом ни в коем образом не упускать соперника смотреть все время на соперника так вторая схватка ну то же самое делает но при этом здесь пусть по всему выдерживает но ошибка неопытно все-таки Дагайбердиева и просыпаются у нас трибуны там же 60 килограммов но у нас сейчас победа одерживает уверенную одежду побежит тут пемеский спортсмен Дагайбердиев поддерживает победу 2-0 сейчас мы ждем на помосте Сергей Трофименко Узбекистан и Дели Тамаш Венгрия это будет уже интересная схватка но да оба спортсмена очень опытные на этот раз я думаю ошибок таких не будет мы смотрим да не уступает совсем ему в силовом да не уступает но вот видите да и может быть и обувь неправильно подобрана дважды у него соскользнули да нюансы да такие мелкие нюансы ну вот видишь все состоит из нюансов очень неплохо он здесь выступает выступал видите как ну так и бывает да очень динамичные поединки прошли с участием всех двух спортсменов поблагодарим их за участие конечно но и продолжает свой путь Хакимов за бронзовую медаль и сейчас мы ждем опытнейших мастрестлеров представителей Венгрии и Узбекистана Сергей Трофименко Дели Тамас оба показали очень хорошую борьбу динамичную борьбу в первом и в втором круге хотя уступили сильнейшим конечно Томас Дели синий угол красный угол Сергей Трофименко Узбекистан выигравший идет дальше проигравший по сожалению остается на чертой третий призеров предупреждение первое Дели получает Дели невнимательно смотрит но слишком конечно вволнение Дели атакует Сергей держит держу вот это да протягивая делает Дели перешагивать дня сергений шмур 44 года тамоши деле серьезный возраст и какая подготовка ветеран масс-рестлинга можно сказать да получаешь какой настрой да и какой характер показал сейчас модели до конца борется ходы смотрит настрой боевой молодцы так сергей тропинку я надеюсь что он просто не отдашь я думаю что может сейчас еще сравняться вполне да вот это да надо здесь конечно поаплодировать обязательно возрастному спортсмену великолепная готовность прекрасная физическая форма там аж далее большой энтузиаст масс рестлинга к сожалению сергей тропинка выбывает за борьбу за призывы места там аж деле я так понимаю да еще одну схватку он будет провести против представителя камеруна плода франсуа фанго и тогда он уже будет бороться за бронзовую медаль с хамру нет с хакимовым каренбеком да с узбекист с представителем узбекистана ну и сейчас мы ждем группу а где встретятся за выход финал дмитрий попов и одет тумур тоговат дмитрий попов россия и тоговат монголия а в финале уже ждет в этом весе улук кельдебек от айбек кирпич стан это будет очень интересно интересная схватка финале конечно терминатор из кирпич стана и наш богатыр да и наш богатыр дмитрий попов но надеемся на это да потому что сейчас ему еще надо предстоит встретиться с богатырем с батаром из монголии монгольский батар да азарт уже захлестывает и нас конечно зале уже висит напряжение очень близки к финальным поединкам ждет нас и красочная церемония открытия через час она начнется всех призываю посмотреть большая работа была проведена проведена организационным комитетом чемпионата мира дмитрий попов уверенно держит палку возглавляет оргкомитет заместитель председателя правительства республики сергей местников вы видите да как все красочно красиво все сделано здесь цсп триумф наверное редко когда был такой красивый да и красочно выигрывает первые схватки дмитрий попов хотя монгольский спортсмен намного выше и помощнее вид вид но все-таки один из самых именитых масс веселеров мира это дмитрий попов конечно очень очень уверен что он проводит 20 технический прием сделал на силу она пальцем чтобы я папку только для палку прочувствовал да так ну финал ждем финале и дмитрий попов а а а и и и и и и и и на и и и и и и то и и сейчас на центральный помост Вызываются представители весовой категории до 125 килограммов, да? Группа В, да, группа В, Олег Бин, Абдулхаки, Икуджор, Того и Арифбек Итолмасов, Узбекистан. Богатыри весовой категории до 125 килограммов. 125 килограммовые маджины. Это только сказать такие, но на самом деле посмотрят огромные ребята, владающие неимоверным силой. Того. Крестинка Того. И Арифбекистана. В первом уходе. Крестинка Арифбекистана. Крестинка Арифбекистана. Представители, напомню еще раз, 42 стран будут бороться за медали нашего чемпионата. Ну а всего в мире международная федерация масс-рестинга насчитывает 60, а 52 члена. Уже культивируется этот вид спорта. А в России в 63 регионах созданы также региональные федерации. Ведется активная работа. Так что очень динамично развивается наш экспорт. Ну вот, выходит представитель Того. Того. Это да. Могучий. Могучий. Олег Бин Абдулхаки Икуджор. Огромный богатырь. И его соперник Варикбек. Италмазов. Италмазов. В Узбекистан. Ну, Узбешки более опытный, скажем так. И почти видит Того. Икуджор дал бой даже Виктору Кальбовчику. Опа. Ошибочка. Тут тоже надо было активнее работать. Для Бин Абдулхака он просто хотел переждать первую атаку. А не надо здесь было переждать. Тут надо и технические приемы изучать, конечно. Матреснинг. Вот какой настрой, да видите, как в глазах-то. Абдулхаки вообще настрой боевой. Да. Но с таким соперником, конечно, с другим настройом. Да, нет. Выходить нельзя. И прямо работать не надо. Он правильно сделает. Выбрал тактику. Правильно. Сразу. Надо искать. Ушел налево. Вытянул соперника на себя. Выиграл. Первый поединок. А сейчас посмотрим. Что еще Томбаса подходит. Икуджору надо сейчас, конечно, активнее работать. Он просто даже на руках пытается просто, да? Вытянуть. Не получится. Надо массу. Массу, конечно, тут подключать. Ноги надо подключать. Надо работать. Активнее. Икуджор работает на пальце. Только защиту рук здесь невозможно выиграть. Теперь Икуджор включает тягу. Один-один. Один-один. Мощь показывает. Итолмазов. Да. Надо было Итолмазов еще дальше перешагивание сделать. Того не упустил этот шанс. 35 лет. Спортсмен Уист Того. Итолмазов. На три года Молоза. Смотрим. Повтор. Ну, это уже окончание, да. Защитился, потом включил. Вот тут, конечно, видно, что чуть-чуть ему не хватает именно в техническом плане, да, подготовки. Чувства. Чувства нет у него, да, вот этого помоста соперника именно на физическую мощь свою уповает, именно на силу рук. Но тут надо подключать все группы мышц. Надо и ноги подключать, и спину, конечно, да. И голову. Да, и голову, конечно. И думать. Быстро думать. Тактически выстраивать поединок правильно. Схватка длится всего лишь там от 5 до 10 секунд. Вот именно еще за этот минуту надо прокрутить несколько нюансов в голове. И Куджор. Скандирует три гуми, да? Вот тут уже на трех помостах у нас схватки идут. Ага, очень сильная сейчас атака. Атакует, ну, ну, что делает? Сидит, просто сидит. Опа! Опа! Вот это мощь, какая-то сила. Опа! И танец победный. И Куджора. Великолепный поединок мы с вами увидели. Вот смотрите, какая мощь атлетически сложен. Вот уже начинают прочувствовать. Восредственно. Вот поэтому нужно очень часто участвовать в соревнованиях, спарринговать. Приветствую тренера. Благодарить. Да, и Куджор, я так понимаю, уже будет претендовать на бронзовую медаль. Да. Перед вами претендент на бронзовую медаль весовой категории до 125 килограммов. Это уже, да, серьезная заявка. Представитель Индии свободен. Но сейчас, смотрите, вот атакует. Ну, конечно, третий поединок, он был очень интересным получился. Зрелищным. Да. Вот он. Хотя палка уже была на стороне спортсмена из Узбекистана, но представитель только выдержал. И вот, и вот, пришагнул и начал. Включил свою мощь. От радости танцует. И танец великолепный. Да. Эмоциональный такой танец. Теми прекрасно, в 8-м средствах. Иван Галкин. Перед вами и его соперник из Кыргызстана Улуббек Рызбаев. Ну, это, можно сказать, тоже один из главных поединков, да. Если не финал, скажем мы, Рызберг Рызбаев. Это уже четвертый круг, как нам, да, объявили. Перед вами и его соперник из Кыргызстана Улуббек Рызбаев. Перед вами и его соперник из Кыргызстана Улуббек Рызбаев. Опа. Иван. Да. Все-таки вырывает палку. Вырывает и выдерживает. И с силой кисти рук. Иван Галкин. Не выдерживает Улуббек Рызбаева. Хотя, стартую Рызбаев взял. Стартую взял. Да, вот. И Украин Дайвич говорит, старт пропустил. Представитель Калужской области. Вот, вот, вот. Сейчас, вот, вот. Видите, как? Да, очень хорошо. Рызбаев. Да. Старт взял Рызбаев. Но, к нашему счастью, скажем, у Рызбаева не выдержали пальцы. Кисти рук не выдержали. А что дальше могло быть, это уже одно Богу известно. Но, 1-0. Победа за нашим спортсменом. Ивану надо быть внимательным. Такие подарки не надо давать соперникам. Стар! Стопни поставим. Не дергаемся. Че? Спортный, спортный. Спортный. Вот то, что я и говорил. Вот. Рызбаев опять вырвал уже. Стартовый взял. Ивану надо чуть-чуть Очень хороший, готовный Показывает Рызбаев Ноги надо чуть поширо поставить Очень молодой спортсмен Рызбаев Ему 20 лет только Встречать надо Ему надо встречать Рызбаева Если он в правую сторону Он должен встретить в левую сторону А вот теперь Галка уже работает Все, все, сейчас я лучше тут Тут надо середину найти Все, сейчас не ухудшим ножом Вот это его схватка Вот А он-то это самое Наши сердца не жалеет Елки За счетом 2-1 Отличный поединок Да Настроен, конечно, он на победу Иван На золотую медаль Ну Рызбаев дал бой Рызбаев дал бой Очень оказывается взрывной парень Из Кагастана Ну, на третью схватку Иван уже Шансов Шансов ему не дал Иван Иван является победителем Абсолютного чемпионата мира Прошлого года Трехкратный чемпион России Победитель Кубка мира Прошлого года Чемпион мира 2018 года Именитый спортсмен Иван Галкин Тренируется По руководству Владимира Алексеевича И Шуканова Галина Ивановна Родина из Калуги Русский образ Представляют Спортивную школу Олимпийской резервы Бунтер Надо отметить Вот эта школа Шуканова Она очень известная В России И в мире тоже Очень много спортсменов Тут известных Тренируется Так У нас 125 Да 120 килограмм Сейчас представители Весовой категории Свыше 125 килограммов Представитель Аргентины Южная Америка У нас На помосте Доминго Эдуардо Веселье И его соперник Из Венгрии Алекс Веров Который Кстати Сразу же Вырывает палку И делает счет 1-0 Да Как говорится Не дает Повода Сомнится Что он здесь Сегодня Пришел За Медалью И вырывает Поставитель Аргентины Делает силовой прием Силовую тягу Второй круг Сразу видно Поверенная победа За мной Беру Алекс Верон Больше 125 килограммов Да Сразу видно Да Ребята Мощные такие Умеют Немало весов Великая Россия Комментатор Вызывает Да Виктор Калибабчук Вызывается на помост И его соперник Из Сербии Влада Рабков Сейчас Выходит на помост Огромные Также Силачи Вяземский Богатырь Виктор Калибабчук И Спортсмен Из Сербии Влада Рабков Представитель Венгрии Дает Ценные указания Похлопал Похлопал Настроил И отправил Виктора 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 Калибабчука На бой Виктора Виктор 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 Калибабчук Виктор Калибабчук Виктор 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 Делая перешагивание и за счет силы рук вырвал палку в свою сторону. 37 лет Виктору Калибовчуку. Как мы говорили, занимается он масс-реслингом уже с 2009 года. Был в Белюське на Играх Мончары. И с тех пор он уже выиграл все возможные титулы, которые есть в масс-реслинге. Даже дал немного порогняться сопернику. Дал поработать и сам почувствовать захват, дыхалку и ворвать за счет бисерса. А и трибуны, конечно, приветствуют спортсмена, чемпиона. Наши зрители, любители масс-реслинга знают Калибовчука, Виктора Геннадьевича. Поэтому относятся ему с большим уважением. Лидер показывает свое превосходство и уверенно идет вперед. Так, золотой медали. Ну и, конечно, нас ждут поединки и в абсолютной весовой категории, которые пройдут на местности Юсхатын во время нашего празднования СССР. Там будет тоже очень зрелищно. Я думаю, там будет очень много зрителей. Из нашей республики будет выступать еще Эрчим Багпагай, Дмитрий Попов и Иван Галкин сборной России. По сожалению, не в этом не участвует наш сильнейший спортсмен Сергей Фролкин. Он, скажем так, немножко на здоровье. Было время, когда Сергей Фролкин выигрывал у Геннадия Геннадьевича, Виктора Геннадьевича. Достойный сопротивление, достойный показывал. Ну, надеемся, что Сергей Фролкин продолжит спортивную карьеру еще молодой. Ему еще и тягаться, дотягаться. Так, ну, перерыв. Сейчас. Да, сейчас небольшой перерыв. И мы с вами также отдохнем, наберемся сил и ждем следующей поединки. Итак, мы возвращаемся к перипетиям с хватком нашего чемпионата мира. И сейчас возобновляется поединка между Германом Игнатьевым и Азаматом Асановым. Весовая категория до 60 килограммов. И счет 1-1. Важнейшая схватка в этом весе. Можно сказать, это чемпионский поединок. Это главные претенденты на золотую медаль из сборной Кыргызстана и России. Михаил Ильич, как вы думаете, что сейчас? Сразу видно, что счет 1-1. Это уже о многом говорит. Но сейчас был спорный момент. И спарка возобновляется. Болеем за Германа. За нашего спортсмена. Герман не должен... Старк не надо отдавать. Так, не надо отдавать. Старк не надо отдавать. А, Диагерин. Вот это да. И Асанов, Азамат делают заявку. Большую заявку. Мне кажется, это уже первый наш чемпион. Можно сказать. Но практически, да. Потому что в этом весе самое большое количество участников. Было 19 спортсменов. Ну и лидеры встретились уже. Предварительной стадии. И, конечно, видите, какую радость испытывает Азамат Асанов. Только ему. Но, конечно, и Азамат Асанов, тоже молодой парень. Только 21 год. Но он очень титулованный. Да. Он победитель этапов Кубка мира. Призер. Серебряный призер чемпионата мира. Да. Он долго шел к этой... Победе, да. К этой победе. И вот видите. В 2018 году уступил в финале Евгению Удину. Вот. Ну, сейчас он сделал большую заявку. Показал силу. И в стойке вытянул палку. Да. И вот какая радость. Ну, и видно сразу. Ну, со счетом 2-1. Ну, будем надеяться, что Герман на этом у нас будет продолжить борьбу. Так, дальше идем. Мухаммад Саад, Пакистан и, внимание, Лекович, Сербия. Пакистанец идет тоже очень хорошо. Потроним таблицы. Так же, как и Лекович. Оба без поражений. Я так понимаю, это за выход в финал, наверное, да, уже схватка. Предыдущие мы видели. И вышел в финал представитель Узбекистана. Асанов Азамат. Ну, и сейчас, что Герман и Саадом. Опа. Саад. Опа. Вот это, да. Отличное. Да, я думал, все, сейчас Герман возьмет. Саад. Другого мнения, кажется. Так, что вы и говорили, да, такой удащавый, высокий парень. Жилистый, да. Очень подвижный, хорошо тактически подготовленный, как мы видели. Очень грамотно провел поединок. Ну, о чем мы говорили практически всю утреннюю часть. Пакистан, это тоже одна из сильнейших команд сегодня на чемпионате мира. Что это оказывает? Саад. Вот видите, как. Ну, он уже считает практически одной ногой в финале. Так. Вот как работает, посмотрите. Очень хорошо. Техничка очень хорошо работает. Ну, Лекович так просто не сдастся, конечно, да. Да, Лекович. Надо настраиваться сейчас на победу обязательно. Шанс. Зацепиться за второй. Второе место надо зацепиться. Ну, за третью надо будет бороться там. Ну, наверное, Герман уже там будет, да, Игнатих ждать? Так понимаю. Надо настраиваться, конечно. Захват очень важен. Центро. Пакистанец атакует уже и дует. О! Ну, мне кажется, да, волнение даже, мне кажется, у Лековича слишком большое присутствовало, да? Как-то он не смог настроиться на второй поединок и за секунду отдал. Палку поздравляем представителя Пакистана. Финалист. Финалом чемпионата мира. Если мы ошибаемся, то это финалист. Да, да, финал представителя. Большая заявка в сборную Пакистана. Мухаммад Саак. То, что говорит представитель Пакистана, что скоро сборная Пакистана будет в лидерах, это не пустые слова, оказывается. Доказывают дело. Вот видите, смотрите. Вот. Вот это... Да, это можно сказать сенсация тоже. Да, сенсация. Ну, те, кто, конечно, близок к международному масс-рестлингу, да, кто знает кубок мира, как проходит и так далее, они, конечно, в курсе, да, кто сильный, кто готов, какие команды могут выстрелить. И вот мы видим представители Пыргызстана и Пакистана уже, считай, в медалях. Сейчас мы с вами уходим на небольшой перерыв. Итак, мы снова в прямом эфире. Предварительные и полуфинальные поединки чемпионата мира продолжаются. Мы ждем спортсменов на помостах. Три помоста установлены на главной арене центра спортивной подготовки «Триумф». И, как мы видим, и арбитры также уже все готовы. Мы увидели с вами очень интересные поединки сейчас. К сожалению, да? Да. За выход в финал наш спортсмен весовой категории до 60 килограммов Герман Игнатьев уступил представителю сборной Кыргызстана Азамату Асанову, финалисту чемпионата мира, одному из тоже титулованных участников наших соревнований. Но ничего страшного. 20 лет только Герману, так что пожелаем ему не сдаваться ни в коем случае, бороться за бронзовую медаль. И мы надеемся, что и в других весах мы уже все-таки свое возьмем. Да. Да. Герману надо тоже пожелать удачи, волновать. Третье место тоже надо бороться. В борьбе приходит победа. И надеемся на победу. Ну, то, что этот Кыргызстан спортсменский Гастата Асанов действительно очень спорно в таком моменте выиграл. Выиграл убедительно. Были спорные моменты со счетом 2-1. Такая напряженная борьба была. Мы ждем группу B. 60 килограммов. Спортсменов до 60 килограммов. Да, сразу на трех помостах, я так понимаю, да, будут вести борьбу спортсмены весовой категории до 60 килограммов, так как самое большое количество участников в этом весе, 19 спортсменов. В остальных, конечно, поменьше. Так что здесь конкуренция высокая, и медали будут разыграны среди большего количества спортсменов. В том числе и за бронзовые медали будут очень тяжелые схватки. Азамат Асанов, вот, кстати, да, видимо, его поединок за выход в финал уже. Первый круг он, кстати, пропускал, поэтому все вполне логично. У него был отдых в первом круге. Азамат Асанов и его соперник из Конго. Одну руку уже отпустил, да? Да. И все. Спортсменов здесь. Конго отпустил. Ну, руки, а тем самым уже побиты, присуждая тому, кто остался, у кого остался. Ну, Асанов уверен. Он выиграл основной соперника, скажем, тут уже, надо так сказать. И этот соперник из Конго ему больших трудностей не должен оказать. Хотя посмотрим. Это спорт. Это масс-реслин. Здесь везде все может быть. Мы и это не раз убедились в сегодняшнем схватках. Тренера дают напутствие. Ким Педи. Азамат Асанов, конечно, отдал очень много эмоций в предыдущем поединке. И сейчас гораздо более спокойно выглядит, да? Уже спокойнее отрабатывает. Вторая ошибка делает. 2-0. Даже сердится. Как так можно одно и то же сделать? Сам Азамат Асанов делает большую заявку на золотую медаль. Сейчас посмотрим следующую схватку. Повторю. Сейчас посмотрите, ребята, как ошибку он делает. Опускает. Боится, что ли, упасть. И левую руку опускает, при этом захватчик за помост. Это уже второй, да? Да. И так же. Как так? Второй раз пытается взять. И такое тоже бывает. Ну, эмоции, эмоции. Каждый хочет победить. Ну, и совсем немного остается до церемонии открытия нашего чемпионата. Через 20 минут, 15-30 начнется церемония. Будут высокие гости. Именитые мастер-рестлеры прошлого. Недалекого прошлого, да? Думаю, что будут и они, ну и, конечно, руководители. Думаю. Думаю. Субтитры создавал DimaTorzok И на новую ступень развития должна зайти Да, действительно По руководству Александра Николаевича Ким Кюмена Международный центр организовывается Международная федерация Всероссийская федерация И правительство Республики Саха-Якутия И наш президент Александр Сергеевич Дает нам возможность Такие вот условия Чтобы мы масс-рестлинг Продвигали на Олимпийские игры И вот этот центр международного масс-рестлинга Будет очень большим поспорьем Для этого Для этого продвижения Ну да, конечно, очень высокая цель Но для того, чтобы достичь этой цели Надо много задач, конечно, решить В первую очередь популяризировать Во всем мире Как мы уже говорили, масс-рестлинг Сейчас существует уже на пяти континентах Много национальных федераций создано И все они проводят очень активную работу Так, на помощь выходит Лекович Сербия Да, Лекович И Дивидас Индия Это Для Лековича Тоже большой шанс Для продвижения К бронзовой медали Если сейчас Дивидас проиграет Он уже будет Ну, видеть из прибы Ну, а мы как Любители Маслесли Я уже Значит, тоже болею за Лековича Почувствую, что он выиграл Такую борьбу показывает Просто борьбу Лекович Но тем не менее Дивидас Из Индии Дает сопротивление Ну, Лекович спокоен Дальше надо работать Да, 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 работать Вот так О, молодец Очень хорошо проконтролировал сейчас Да Без эмоций Сказом так, да Мы видели, как он, да Смотрит на соперника Как контролирует его движение Атаки Выдержал все И, конечно, свою атаку провел Глестяще Вырывает палку Выходит вперед 1-0 Ведет внимание Лекович Один из тоже энтузиастов Продвижения Маслеслинга В Европе В Сербии Повторе было Чуть было не Потерял координацию Но тем не менее Он все-таки Удержался Да, собрался Собрался В предыдущей сварке Тоже действительно Много эмоций Было отдано Очень обидно Уступил он Сопернику из Пакистана Да Да Сааду Сааду 1-0 Но Девидос очень упорное сопротивление оказывает Я думаю, что без борьбы, конечно, они не хотят уступить Ну Никто не хочет уступить Здравствуйте Лекович отакует Лекович отакует И делает тягу Силовую тягу И делает заявку на бронзовую медаль Серьезная заявка Внимание Лековича Конечно, мы немного Болеем за Внимание Так как он Очень большую работу проводит Всегда тоже в стране Большой энтузиаст Масс-рестлинга Да Ну еще предстоит Еще встретиться С перестанетами В России Ну да Ну да Будет еще Бороться и бороться Так что да Ну делает заявку Да Очень хорошую борьбу показывает Технически грамотно Вот сейчас тоже все Очень выдержал И сила Сила тяги есть Видно по уху Что занимался борьбой Ну сервцы Это борцы Сербы Это единоборство А во многих Конечно Видах спорта И в футболе И в игровых видах Спорта Сербы Очень Такие Баскетбол Профессионалы Маститы Ребят Где бы Как будто В каких видах Не выступали Сербы Они показывают Очень хороший Результат Ну наш Герман Герман Геннадьев Борется уже С представителем Монголии Да Я так понимаю За третье место Да Нямдава Цедже Герман Игнатьев Судья Отправляет Германа Врачу Мозоли Да Да У него Вырвались мозоли И он тоже Сейчас одеть Накладник Под ладонник Представитель Монголии Ждет Это группа Б Те которые Проиграли Спускаются На группу Б И продолжают Борьбу За Две Медали За Две Бронзовые Медали А группа Борется За Золото И за Серебро Алексей Агапов Главный тренер сборной республики Сапаевку Здесь Выступает Тренер Сборной команды Да Сборной команды С Николай Медляющим Они работают Готовили Сборную России Большая работа Была проведена Конечно Герман Надел Накладник Это Дает Возможность Спортсменам Продолжить При этом Что Групп из мозоли Не выскочили Ну и Защищает Руку Тихий Руку 1-0 Герман Настой Ничего не остается Да 2-0 2-0 Да 2-0 2-0 Да 2-0 Да Конечно Настроение уже Не разничное Видно Что уже Да Настроение Не то Но Борьбу Не оставляет Видно Заряжен Продолжает Заряжен Видно Злость Недоволен собой Это И тоже Видно Сделал тягу И поработал На Истерух Соперник Очень технично Да Работает Герман Очень технично Работает Герман Игнатьев Красиво Но Вот Совсем Чуть-чуть Не хватило До Главных Главного Поединка Дорогие телезрители Мы сейчас С вами